Продолжение следует... Продолжение следует... Задавайте вопросы ведущим экспертам и обсуждайте их с коллегами. Прямо в приложении получайте баллы НМО, сертификаты и удостоверения о повышении квалификации и переносите их на портал edu.rosminzdraf.ru. В портфолио доступен архив всех прошедших мероприятий. Медзнания. Образование врача через всю жизнь. Продолжение следует... Так, уважаемые коллеги, добрый день. Приветствуем вас сегодня в такой вот солнечный яркий день. Ну и мы сегодня с вами примерно в течение часа, может быть даже чуть больше, если получится, будем говорить о продукции компании Валар и о том, что эта компания предлагает нам в качестве препаратов, лекарств или других компонентов для лечения заболеваний органов пищеварения. Ну, прежде всего, в отношении компании Валар нужно сказать, что я отношусь к ней с большущим уважением, потому что она экологически чиста, все производственные площадки и плантации на Алтае, что они имеют сертификат GMP, GMP переводится как Good Medical Practice. Это значит, они производят качественные препараты согласно международным стандартам. Ну и компания, она полный цикл от плантации до аптеки. Вот это очень важно нам всем. Теперь в отношении заболеваний органов пищеварения. Значит, моя с вами лекция сегодня называется «Гастроэнтологические препараты в практике врача-терапевта. Когда назначать и что выбрать?» Ну, очень коротко, очень коротко напомню вам о строении нашей пищеварительной системы, которая начинается вообще-то вот с полости рта. Вообще-то начинается, конечно, всё это с глаз, с обоняния, с нашего мышления, когда мы думаем о пище. Ну, вот зубы измельчают, пережёвывают пищу, язык определяет вкус, перемешивание и переваривание начинается здесь во рту. Так, нижняя челюсть способствует чисто механически пережёвыванию, измельчению пищи, надгортанник помогает нам правильно проглатывать, по пищеводу проталкивается пищевой комок уже настоятельно рекомендую всем не менее 30 жевательных движений, тогда пища будет проходить легко. В пищеводе пища начинает перевариваться, а там почти ничего не всасывается, кроме воды и тонулой некоторых лекарств, в желудке ничего не всасывается. В желудке пища превращается в пищевой гумус, и она уходит в 12-сперстную кишку, и вот тут начинает печень переваривать, вместе печень выбрасывает пищеварительные соки. Основной пищеварительный сок – поджелудочная железа, выбрасывает периферичные соки, там начинается переваривание, там начинается всасывание в 12-сперстную кишке. Желчный пузырь служит резервуаром, желчность поступает из желчного пузыря тогда, когда определённое количество гумуса наберётся в 12-перстной кишке, создаётся сигнал и выбрасывается жест для переваривания. Но в тонкой кишке продолжается осуществляться переваривание и всазу, а в толстой кишке уже формирование каловых масс, всё это выбрасывается наружу. Вот тут показаны всякие анатомические структуры строения. Ну вот мы должны с вами чётко это представлять. Если мои коллеги имеют медицинское образование, то я рад, что я им напомнил об этом. Что же чаще всего? Чаще всего сопутствует тому, что человек чувствует себя что-то не так. Вот я вам привожу такой пример, скажем, вот грыжа пищеварительного отверстия диафрагмы. Что же характеристики бури и сжоги и кислые отрыжки? Это наиболее частая жалоба, с которой нам приходят больные. Боли в животе, запоры, липоносы – это всё ниже. Но вот боли и сжоги, боли и сжоги и кислые отрыжки. Что является ранним симптомом? Чего могут быть эти бури? А вот видите, что здесь нерисован, рак желудка. Вот мы, чего больше всего боимся. Вот это вот, видите, вот это вот изъявление. Вот он появился, если это рак, рак на желудке. Так, теперь не будем скрывать друг от друга правду. Наш желудок населён микроорганизмами. И вот здесь вот показывает весь перечень микроорганизмов, которые находятся в желудке. Значит, мы с вами не свободны от микроорганизмов. Человек живёт в окружении микроорганизмов. Точно так же желудок представляет из себя скопление микроорганизмов. Вот видите, их какое колоссальное количество. И тут написано. Красным цветом доминирующие виды бактерий. То, что способствует перевариванию и приготовлению пищи из того, что мы с вами проглотили и переживали, перевариванию пищевой гумус, который потом будет, разлагаясь на молекулы, будет всасываться в 12-сперстной кишке. Так? Почему мы сегодня будем говорить так вот о том, что нам мешает с вами жить, какие лекарства нам нужно принять? Да потому что мир переполнен сообщениями о геликобактериозе. Вот тот геликобактер, вот он есть. Видите, я его даже пометил синей стрелочкой среди этого большого многообразия микроорганизмов. Но когда геликобактер начинает преобладать, видите, что здесь? Вот тело, а вот жгутики, тут вот по 4 жгутика, а их бывает 8. И тогда человек начинает ощущать неприятные ощущения, то, что называется диспепсией. Есть ещё осложнение – малокровие. Я вам дальше об этом покажу. Нарушение тромбоцитарного, нарушение поведения вообще. Но постепенно, если человек заражён геликобактериозом, а его очень много, он начинает трансформироваться в рак учащих людей. И вот смотрите, последние данные Всемирной организации здравоохранения, это данные этого года. Я взял уже из клинических рекомендаций, клинических гайдлайнов, по Всемирной гастронатологической организации гайдлайны по геликобактериозам. Смотрите, какое большое количество геликобактеров везде. Да вот видите, он во всех-то, вот как много в России, вот он здесь, в Средней Азии, поменьше в Европе, но тоже есть много в Африке. Вот, пожалуйста, Бразилия, вот как много в Европе геликобактеров. Геликобактер, да? А это что? Это там лак? Это что? У нас, по-моему, это видно. Вот видите, сколько геликобактериозов. Почему он опасен? Потому что, когда существует геликобактер, он приводит к воспалению, атрофический гастрит, развивается после атрофического гастрита кишечная метаплазия, и дальше всё, видите, идут по этапам. Ранний рак желудка, рак желудка, метастазирование и смерть. Вот, нам нужно проводить эрадикацию геликобактера, эрадикацию, влияние, эффективность эрадикации на риск развития рака желудка в зависимости от времени проведения. Чем раньше мы начали эрадикацию, выводить этот геликобактер, тем быстрее мы справимся с геликобактериозом, и тем раньше мы предотвратим перерождение вот этого атрофического гастрита в кишечную метаплазию и в гастрит. Вот наше исследование, которое мы провели, вот 4 года назад, исследование радиус, мы посмотрели, что такое диспепсия. Все эти вот неприятные ощущения, о которых мы говорили, чувство тяжести, лежоги, неприятные ощущения, переполнение после еды, да, вот боль в верхней части эрадикации. И смотрите, когда мы провели исследование у почти, у 420, по-моему, 419 больных раком желудком ретроспективный и провели анализ за 10 лет, что же появилось? Посмотрите, что получилось. Первые признаки диспепсии. 57 лет, установлены диагнозы 55 лет, диспепсии или гастрита. Так, а уже через, значит, 55, посмотрите, через 6 лет уже злокачественное образование. Эти люди жили всего 2 года. Представляете, к чему приводит диспепсия? А у всех этих больных был геликобактериоз. Профилактика. Начнём с профилактики. Сейчас мы будем много говорить об людях. Начнём с профилактики. Значит, друзья мои, надо просто следить за собой. Перед едой мыть руки, не пить, не есть из чужой посуды, не использовать чужую зубную щётку, ну или избегать приветственных поцелуев. Есть ещё другие спу. Мухи переносят, птицы переносят. Но нам просто нужно элементарные правила гигиены соблюдать. Что мы должны говорить и врачам, и больным? Геликобактериоз проявляется неспецифической болью в животе, газами, вздутим живота, отрыжкой, постпредиальным, то есть после еды переполнением, другими симптомами, указываем диспепсию. Красные влаги – это уже раки. Помните, геликобактериоз является канцерогеном, а я вам уже показал почему. Он является возбудителем при раке желудка, если его необходимо лечить. Ну а тут дальше уже, что мы должны делать, чуть позже я на этом установлю. Я только хочу настроить аудиторию на то, чтобы мы знали, что геликобактериоз распространён очень в России. Что же нужно делать при геликобактериозе? Элементарь на исследование. Прежде всего, дыхательный тест с мочевиной, стул на антиген и эндоскопию с биопсией. Это всё мы должны рекомендовать нашим больным и обучать коллег наших врачей, чтобы они принимали это, понимали, что нужно делать, что нужно это лечение. Теперь мы сейчас уже говорим о том, что антигеликобактериозная терапия был совсем недавно, около года назад, состоялся такой называемый МАК-3-6. Собиралась большая группа международных учёных. И вот они опубликовали в МАК-3-6 консенсус по диагностике и лечению геликобактериоза. Это последний. Условно он называется МАК-3 по названию того города, где он собирался. И вот один из моих учеников, Митин Саниславович Борзин, я это опубликовал вместе со всеми моими коллегами. Что же, согласно этому, как нужно проводить эридикацию по МАК-3-6? Ну, в зависимости от низкой устойчивости к клавиатромицину и высокой устойчивости к клавиатромицину. Вот это, друзья мои, это в России трудно применить, потому что мы с вами не ориентированы в устойчивости к клавиатромицину. Применяются различные методики определения, но мы с вами будем говорить по варианту с высокой устойчивостью к клавиатромицину, тем более, что мы им не очень правильно применяли лечение. И вот существуют модели трёх или четырёхкомпонентных, но основная модель – это, значит, имгибитор протонной порпы, это, значит, амоксицелин, это клавиатромицин, и это четвёртый компонент – это обязательно трикалий, висмута, децитрат. Так, вот четыре компонента, которые мы настоятельно рекомендуем. Но есть ещё компоненты, которые необходимы, и мы об этом будем говорить, потому что мы сейчас не напрасно с вами говорили о микробиоте желудка, то, что вот там, видите, какое количество микроорганизмов, потому что всё, когда геликобактер начинает преобладать, вся эта микробиота, она изменяет свой состав. И вот та же самая рабочая группа, о которой мы с вами говорили, маостритная, она постановила, что, вот смотрите, воздействие антибиотиков в раннем возрасте и оказывает долгосрочный эффект на кишечную микробиоту. Желудок человека экванизирован другими микробактериями, это называется микробиомом желудка. Бактерии желудка, отличные от геликобактера пилового итога, могут вызывать изменения. Различные виды геликобактера существуют, об этом я вам говорю, их меньше, но они существуют. Эрадикационная терапия может способствовать отбору резистентных штамм. Доказано, что некоторые пребиотики, я хочу обратить ваше внимание, а это высокий уровень доказанности А2, А2, высокий уровень доказанности, 89%. Некоторые пребиотики эффективны в уменьшении побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, вызванных эрадикацией геликобактера пилови. Некоторые пребиотики могут благотворно влиять на радиацию за счёт уменьшения побочных эффектов, связанных с антибиотиками. Так, значит, и вот ещё ротовая полость может шлить на состав микробиота. Помните, он говорит, что надо тщательно пережёвывать пищу. Смотрите, значит, некоторые пребиотики. О чём же мы будем говорить? Вот, очень интересная работа, согласно которой пребиотики могут оказывать положительное влияние на эрадикацию А2, за счёт уменьшения побочных эффектов, связанных с применением антибиотика. Кроме того, некоторые штаммы пребиотиков ингибируют геликобактер пилови несколькими путями, включая выработку антибикробных веществ или конкуренцию, заклонизацию и выживание. Видите, разные механизмы действия воздействия на геликобактер пилови. Либо они уменьшают побочные эффекты, либо конкурируют, либо просто подавляют. Различные метаанализы, рандомизируемые исследования оценивали эффективность пребиотиков, повышение эффективности эрадикационной терапии. И были в один из штаммы лактобактерии, бифидобактерии и сахаромицетобулярта. Значит, лактобацилы, бифидобацилы и сахаромицеты. Вот это всё сказано как раз в мастерическом соглашении. И тут я дал ссылочку. И вот показано в этой ссылочке, что вот лактобацилы, мы об этом говорили, и лактобацилы, содержащие пробиотики. Мы сейчас будем говорить о лактобацилах. Методы эрадикации различных режимов. Ну вот, увеличение продолжительности на 14 дней, назначение современного ингибитора протонной помпы, назначение более высокого ингибитора протона, добавление висмута, трикали, трезатраты. Мы с вами говорили вот об этих основных спемах. Добавление пробиотикой и включение рибомипида. Это отдельный разговор. Мы сейчас будем говорить о пробиотике. Значит, вот, добавление пробиотика, уровень достоверности 1, уровень убедительности B. Значит, ну кто? Клинические рекомендации 2018 года. Сейчас об этом будем говорить. Теперь, когда показывают различные схемы эрадикации, мы говорим о четырёхкомпонентной схеме, то метаанализ показал, что одновременная терапия показала превосходство в лечении антибиотиков. Добавление пробиотиков к 14-дневному курсу эрадикации повышает эффективность и переносимое. Значит, надо добавлять пробиотики. Какие же пробиотики? Очень серьёзное исследование было опубликовано в прошлом году. Схема назначения пробиотиков одеванты для элимпиционной терапии против геликобактера пилори. Результаты европейского регистра. Значит, проанализировали по всем странам наши европейские коллеги, что же получилось. Значит, применяют сахар мицетабулярды, лактобацеллис рамноза, бифидобактериум преви, лактобацеллирейтери, мы сегодня с ними лактобацеллиаде, ацедофили. Мы будем с вами сегодня говорить о лактобацеллирейтере благодаря избирательному значению. Но вот что интересно, в разных странах получается, значит, процент использования, извините, процент использования пробиотиков в Сербии 95%, а рядом расположенные в Словении всего 0,2%. Видите, как люди к этому относятся. Теперь, что такое проэметабиотики? Это эрадикация геликобактера пилори, что дают пробиотики. Значит, проэметабиотики. Давайте с вами будем говорить. Улучшение переносимости, снижение риска антибиотика ассоциированной диареи, повышение эффективности эрадикационной терапии, снижение риска клацидиста ассоциированной диареи. Вот это дают проэметабиотики. Что такое проэметабиотики? Они могут быть либо биологически активными добавками, либо лекарственными средствами, плюс функциональное питание. Функциональное питание это всякие йогурты и кефиры, которые мы с вами употребляем. Что же добавление пробиотика повышает эффективность стройной терапии? Вот, на 12%, на 14%. Какие применяются? Лактобациллы, сахар, мецетки, симбиотики. Что такое симбиотик? Это смесь. Смесь двух пробиотиков. Ну и не получена достоверность при бифидобактерии. Да? Значит, всё-таки от лактобациллы и сахар, мецетабулярных. Какие применяются? Всемирные, международные рекомендации гастротологические рекомендуют. Что применять в ЭГО? Лактобациллорамноз, бифидобактерии, лактобациллорамнозус, лактобациллорейтери, видите, 17,938. Смесь лактобациллорти, лактобациллорти, сахар, мецетабулярные, кефиры, лактобациллорейтери. Вот это вот они, лактобациллорейтери. Обращаем на это внимание. Рабочая группа Мастерихта рекомендовала, пишет, что некоторые перебиотики могут оказывать благоприятные влиятельные результаты радикации пилори, включая лактобацилл, бифидобактерии, сахар, мецетабулярные. Мы с вами об этом говорили уже. Теперь в отношении лактобациллорейтера. Илья Ильич Мечников, вот журнал «Микробиологическая экология», пишет этот журнал. Недавно лактобациллорейтера, обитающий в желудочно-очечественном тракте всех позвоночных и млекопитающих оптиц для людей, и с которыми полагают на селе симбиотические, то есть дружественные отношения, обладают пробиотической активностью. Лактобациллорейтеры способны защищать своих хозяев от ряда заболеваний, вызываем биологическими агентами. Видите, это тот коменсал, который помогает нам жить. Лактобациллорейтеры. Другой журнал, то есть этот же журнал, другой, они пишут. Лактобациллорейтера обитает в желудочной экосистеме. Этот вид кишечной бактерии превращает глицерин в реутерин. Запомним это слово, потому что реутерин это уже метабиотик, это биологически активная субстанция, то, что вырабатывается в бактерии, и вот эта бактерия воздействует на окружающую среду с помощью реутерина. Вещество с широким спектром этой биологии активности обладает антимикотическим и противопротозоидным действием. Видите, как интересно. Лактобациллорейтеры стимулируют клетки выработки реутерина, одни напрямую взаимодействуют с множеством других микроорганизмов, находящихся в симбиотических отношениях. Видите, фактически повторяется то, что мы говорили. Линическая эффективность лактобациллорей против геликобактера пиллори. Видите, показано во многих очень исследованиях, и вот лечили. И видите, снижение патогенов во рту, 95-эффективная радикация, улучшение симптомов не влияет на стандартную. Значительно понижает патогенную активность, понижает патогенную чувствительность, понижает патогенную чувствительность, редуцируя антибиотикосырин и побочных эффектов, понижает уреазную активность при лечении пантопрозола. Видите, уреазная. А геликобактер пилори это уреазопродукцент. Он, кстати говоря, и к своей уреазе он и подверждает печень. Что же пишут вот наши фронтирсные гастентрологи, наши китайские коллеги? Безопасность переносима с доказанным многочисленным клиническим исследованием. Существует несколько штаммов разного происхождения. Необходимо увеличить колонизацию человека и вот этой лактобацеллерита облегчить её пробиотические функции в качестве новой относительно безопасной стратегии лечения. Значит, пишут, что нужно в 2018 год. Фронтирс от микробиолога, я вам чуть больше оснащу, чуть позже. Вот тоже доктор Ву, тот же самый. Вот, вот, лактобацеллерита повышает интестинальную эпителиальную регенерацию и восстанавливают содержание интестинальной слизистой. Вот Гайд Макробс 2020 год. Видите, как это важно, да? Как это важно. Значит, они повышают качество слизи в человеке, которые слизи покрыты изнутри и вызывают быстрее наживление в кишке. Вот ещё, смотрите, что получен иммунный эффект лактобацеллерита с диетическим трептофаном, и что, когда назначили эти мыши, что же получилось у этих мышек? Мы определили, что активация антиуглеродомастит, вызванной кишечной палочкой в мышле, он легче проходил. Видите, значит, системные эффекты показаны. Видите, недостаточные компенсации, что пишут так? Пробиотический лактобацеллерита защищает мышей от мастита, вызванного кишечной палочкой. Вот видите, воздействие на кишечную стенку, улучшение слизи лечит от мастита. А вот у человека, да, вот это вот показано, я чуть позже этому установлю, значит, вот эта классическая работа, которая была проведена доктором Катарине Хольц и её команда, они показали, что если вот сюда, вот здесь вот культура, культура с геликобактером, а если вот сюда добавить вот этот самый порошок, содержащий лактобацеллерита, то образуется вот такая, здесь они выпадают на их санузак. Лактобацеллерита обладает иммуномодулирующим, восстанавливает целостность слизистой оболочки. Вот мы об этом говорили. экспрессию, изоформу, лактобацеллерита восстанавливает экспрессию и приводит к увеличению продукции изоформы инсулина, сохраняя экспрессию гекангерина. Значит, она способствует сохранению плотности кишки, увеличивающей белки плотных контактов. Ну вот это вот я уже вам сегодня говорю, я уже говорю доктору, вот в разных участках тела, да, я эту работу сегодня приводил. Значит, лактобацеллерита может продуцировать антимикробные элементы, такие как органические кислоты, этанол, простите, этанол, ревутерит, а этанол нам нужен с вами, потому что мы в сутки вырабатываем 5 граммов этанола, которые способствуют нашему метаболизму. Значит, лактобацеллериты вырабатывают органические кислоты, этанол, ревутерин. Может привести в пользу, принести пользу иммунной системе, некоторые же там могут снижать выработку провоспалительных цитокинов, одновременно способствует развитию функционирования всех клеток. И обладая способностью укреплять кишечный барьер, колонизация может уменьшить мескробную транслокацию из кишки тканей. Видите, насколько это важно. Ну и вот показано здесь в этой же работе, о которой говорили, как воздействует это вот. Оно улучшает кишечный, лейки гаотерявые кишка, оно улучшает проницаемость кишечного восстанавливания со всем микробиоты, состав микробиоты, то есть вызывая из дисбиоз, переводя ВУ-биоз, сменьшая количество инфекционных агентов, способствует нейромодуляции и способствует иммуномодуляции. Вот это лактобацилис рейтери, который действует через рио-утерин. Ну и нужно сказать, что наши коллеги, наши германские коллеги, которые получили эти данные, они запатентовали лечение профилактики инфекции вызываем геликобактер пил людей и животных с помощью композиций, содержащей высшим и высушенным распылением клетки лактобактерий. То есть они фактически получили метабиотик. Метабиотик, который у нас в России называется хеленорм. Он на Западе называется пилопас, а в России он называется хеленорм. Запатентованное международное название субстанции штамма состав пилопас, капсула по одной капсуле так, значит производится компанией крафт, распространяется компанией иванар. Метабиотик пилопас механизм действия. Это продукт расщепления бактериальных клеток лактобациллис рейтери 17638, но фрагменты, которые включают в себя фрагменты клеточной стенки бактерии лизаты и внутриклеточную содержат активные метаболиты. Значит лактобациллис рейтери высушивается, превращается в пилопас, в России известен как хеленорм. Пилопас содержит активные метаболиты пробиотического штамма лактобактерии, связывает, выводит бактерии геликобактер пилори из организма, способствует нормализации баланса микрофлора желудочно-кишечного тракта, уменьшению депрессивных строй, диспептических расстройств, то, о чём истории создания я уже вам частично об этом говорил. Это запатентованное международное название субстанции пилопас, субстанции теперь как торговое название хеленорм. Так, истории открытия я вам уже говорил, специфически связан с геликобактер пилори. Вот видите, вот это вот плёнка, вот это вот, они связывают между собой увеличение вот электронный микроскорбит, голубой цвет, вот голубые эти связывают, связывают геликобактер пилори в красный цвет. Видите, они переплетаются и он их съедает. Видите, лактопацилис рейтери содержит на своей поверхности адгезивные молекулы, которые распознают поверхностные рецепторы H-пилори, прикрепляются к ним, образуя коагрегаты. Вот они, пока, вот они выпадают, я вам показываю же эта картина. Вот это вот растут геликобактер пилори, сюда добавили, добавили пилопаз, связалось, и оно осело. Вот агрегант, а это теперь твердесцентные микроскопи, это геликобактер пилори, это пилопаз, а вместе вот он связался и осели. Видите, как он интересно действует. Теперь пилопаз представлен, видите, в каком большом количестве стран мира, ну и на всей нашей территории под названием Хеленорм, поэтому, собственно, вот он везде, пилопаз, пилопаз в разных лекарственных упаковках, в разных, по-разному продается, но в России он называется Хеленорм. Исследования, значит, оценить потенциальную, вот это провели, провели, значит, наши германские коллеги Хейдрумей, это и Андрес Гусьян, так, это вот наши немецкие коллеги, они провели это исследование, они провели их на больных, в клинике, кстати говоря, Шеренте, пациенты с положительным дыхательным тестом, мы с вами говорили, принимали дважды в день пилопаз, в течение 14 дней для оценки деятельности эффекта были проведены наблюдения через 6, 12, 24 недели после окончания введения субстанции. Что они получили? Установлено, что чем выше был уровень H-пилори, тем более ярко выраженным оказался эффект снижения уровня колонизации при приёме пилопаз, трейдма. Ну и мы в своё время включили этот лактобацилли в рейтере, включён у нас в наши шестые московские соглашения, сейчас мы заканчиваем седьмые московские соглашения, вот это опубликовано в 2017 году экспериментальной клинической медицины, сейчас мы готовим седьмые московские соглашения, и мы также там этот препарат будет употреблён. Теперь то, что в России было сделано, от Митиславовича Бордин, Елена Александровна Корниенко, Юрий Павловича Успенский проводили испытания, что Митиславович нашёл, что 28-дневный приём хеленор снижает обсеменённость, уменьшает степень воспаления и отмечена положительная динамика симптомов диспепсии, снижение доли больных диспепсии. Юрий Павлович Успенский, что динамика обсеменённости по данным гистологическим методом быстрого урязанного теста, оценка динамики, оценка качества, что показал ещё Юрий Павлович. Элиминация по данным обоих тестов гистологических была более эффективной в группе пациентов, принимавших хеленор. Значит, это дополнение очень хорошее. Приём хеленор вместе со стандартом ретикационной терапии оказывает положительное влияние на клиническую картину заболевания HPL-ассоциированную язвной болезнью над спиртной кишки способствует купированию абдоминального синдрома. Друзья мои, не бойтесь, не стесняйтесь добавлять хеленор. Приём хеленор вместе со стандартной ретикационной терапией улучшает показатели качества жизни, что свидетельство высокой медико-экономической эффективности. 28-дневный приём хеленор доза зависима снижает обсеменённость. Это Дмитрий Снегиславович уже говорил, мы на эти слайды уже останавливали. На фоне терапии хеленор отмечена положительная динамика симптомов диспепсии. Но это Дмитрий Снегиславович кордин, так исследование Ольга, так это всё было, это проводил Успенский. Ну и наш Владимир Трофимович Ивашник, который в последнее время почему-то забыл о данных своих исследованиях, он его опубликовал недавно, совсем забыл. Ну, я думаю, что это синильная уже потеря памяти. Значит, вот в 1927 году он не опубликовал, а в 1918 году он писал, в качестве заключения Совет Экспертов утвердил следующее положение. Цель назначения пробиотиков в составе эрадикационной терапии служит повышение эффективности. Некоторые одноштаммовые антибиотики, мультиштаммы, улучшают эрадикацию. Лактобацилеритры благодаря адгазивным молекулам, которые способствуют элиминации. Это свойство метабиотика на основе лактобацилерита позволяет рекомендовать использование при различных режимах эрадикационной терапии. Целесообразно проднять курс лечения пилопас на 4 недели. Это мы с этим согласны. Необходимо дальнейшее изучение. Тоже согласны. Достижение эрадикации монотерапии пробиотические не так. Значение монотерапии требует дальнейшего изучения. 5 лет у него было на изучение и он наверное об этом забыл. Хотя я знаю, что в клинике проводится исследование. Значит все-таки он показал, что все работает. Что же показывают еще исследования? Штамм действует как высокоспецифичный антагонист при различных штаммах геликобактер пилори, а также я вам говорил, что есть различные штаммы. Вот геликобактер хелмани за счет селективного взаимодействия бактерий увеличивает скорость эрадикации. При назначении пантопразола в комбинации с кларитромицином и амоксицелином в группе больных с дополнением к лечению лактобастерин свяженность побочных эффектов, так ненормальные вкусовые ощущения диареи, сыпь, тишнота, рвота, абдоминации были значительно выражены. Значит, это препарат фоновый, такой препарат бэкграунд, который способствует не только повышению эффективности, но и улучшению переносимости. Значит, статья 21-го года Journal of Pharmaceutical Research International. Он как солидный журнал. Что еще пишут? Вот геликобактер хелмани и другие геликобактер заболевания человека. Я нашел. Значит, другие геликобактер хелмани в Китае до 6% являются причиной 1% всех гастритов. Дальше. Неэчпи ассоциированные патологии геликобактер хелмани такие. Геликобактер в изозоронии, геликобактер кошачий, геликобактер соломонец, геликобактер суис, свиной. Видите? Вот сколько их еще геликобактеров разных. Это нужно учесть. Вот я, знаете, думаю, когда мы говорим о резистентности к лечению геликобактер терапии, не эти, лишь там и там внутри нас живут. Ну, теперь вот было, отдают предпочтение некоторые, в том числе и академик наш, генеральный академик или академический генерал, создает, предпочтает, проще сахаромицета булярти. Что же установили? 156 пациентов в течение двух получили обычную четырехкомпонентную терапию, двойной, слепой, исследователь, либо лактобацили реакторе, либо сахаромицет булярти, либо плацебо. В течение периода все испытания продолжали принимать только ингибитор протонной помпы через последующие числи без лекарства время наблюдения. Оценились по шкале опросника ГАЗ ГЛАЗГО. Это верифицированная шкала. Нежелательные явления оценивались через 7, 14, 21, 28 дней. Эрадикация была достигнута у 94% группы С лактобацили сахаромицет буларти. Так, и 92,3% в группе П лактобацили рейтеры. Использование пробиотических добавок, содержащих сами кремицет буларти или лактобацили улучшило скорость эрадикации инфекции в ликобактер пилом. Не было статистических различий между руками. Друзья мои, ну о чем говорить? Двойной слепой исследователь. Что еще нам нужно? Двойной слепой исследователь. Дальше. Значит, что показано еще? Уменьшало, уменьшало, вот он, вот это результаты двойного слепого исследования. Вот оно, видите, вот так, все достоверно. Изменение состава микробиота, так называемая альфа- альфа-обсемененность. Вот он, антибиотики, использованные для радиикации пилом, могут изменять местные микробиоты кишки. В нашем исследовании в группе плацебо отмечено значительное снижение альфа-разнообразия. Так, а что такое альфа-разнообразие? Вот когда мы назначаем чистые антибиотики, вот четырехкомпонентную терапию, когда там у нас значит амоксициллина и хлоритромицин, нарушается альфа-разнообразие в комбинации, еще когда имеется у нас повышенное содержание геликобактера пилы. Альфа-разнообразие это, собственно, наша жизнь, потому что альфа-разнообразие, помните, я вам показывал такой вот круг, где вся микробиота человека, вот это есть микробиоты желудка, вот это есть альфа-разнообразие, а когда оно уменьшается, тогда значит у нас развивает так называемый дисбиоз, потому что амбиоз, когда богатый разнообразие, а когда оно бедное, тогда у нас дисбиоз. Итак, восстановление, добавление к больным с этим дисбиозом улучшает альфа-разнообразие добавления лактобацелерейтера. Значит, альфа-разнообразие это разнообразие внутри одного сообщества, Это разнообразие между сообществами, скажем, у нас с вами, у моего партнёра. А гамма-разнообразие – разнообразие в пределах обширных территорий. Мы с вами пока изучали альфа-разнообразие внутри одного сообщества. Внутри нам нужно восстановить альфа-разнообразие. И вот настоящее показалось, что добавление метаболического продукта так помогло создать полезную микробную, уменьшало частоту вздутия и дебатажа по шкале глазка. Мы уже говорили по шкале глазка однажды и показали, что добавление лактобациллира этого штамма улучшает альфа-разнообразие соответствующим образом, уменьшая количество желательных симптомов. А вот недавно мне Дмитрий Станиславович рассказывал Борнин о том, что он встречался с Данным Демитраску. Я хорошо знаю Данное. И вот было показано в работе, которую они публиковали, что лактобациллира показал достоверное снижение колонизации желудка ин вибу в жизни после лактобациллибетрия. И там, в первой работе, на которой тоже колонизация, исследование ДОР показалось, что лактобациллирит плюс пантопразол играет определённое развитие эрадикации. Исходя из этой гипотезы, значит, наши коллеги провели исследование, наши результаты показывают хороший уровень эрадикации в группе лактобациллиритри плюс пантопразол. Видите, 65%. Но это в Японии, это в Румынии. У них хороший уровень. Теперь работы, которые посвящены, обзорная статья, видите, которая посвящена лактобациллиритри. И вот университеты, где было исследование, а вот страны, где было исследование, Германия, Германия, Россия, Ирландия, Румыния, Румыния. И всё вот эти исследования, которые показали эрадикацию. Такая вот обзорная статья. Что ещё? Россия, Индия, Чайна, Китай, Россия. Так, что тут? Россия, Россия. Вот, видите, всё проводится, всё проводил, и всё показывает, что исследование, что работает это всё. Что из себя представляет? Что из себя представляет лактобациллирит? Представляет пробиотический штамм, который связывается в желудке, образует сополимер. Мы об этом показывали, сополимер. Безопасен и эффективен снижение нагрузки и улучшение желудочно-кишечного травма. Так, мы об этом… Значит, введение предегратикационных способствует более высокой частоте эрадикации, уменьшению диареи, меньшему количеству побочных эффектов, и способствует большей приверженности к лечению. Так, вот, что ещё. Теперь новое появилось название. Я не хотел вам… Очень сложно… Я прочёл это, очень сложное доказательство, но лактобациллиритры, его преобразовали название, потому что их много. И вот то, что работает, вот этот штамм, он называется лимоси, лимоси лактобациллиритры. Мы к этому ещё должны привыкнуть. Лимоси лактобациллиритры, значит, не лактобациллиритры, а лимоси лактобациллиритры. И вот пишут, что он вырабатывает реутерин, реутестерин и реутестерциклин. Так? Вот. И кто это всё нашёл, а, в принципе, его открыли в 1965 году. Ну и наше исследование. Вот Игорь Борисович Шклынов, уважаемый очень человек, со своей командой показали роль лактобациллиритры в радикационной терапии инфекции у взрослых в реальной клинической практике. Лечащий врач, работа 2020 года, три года назад. Схема радикационной терапии, гиберопротонные помпы, там был пантопрозол, а здесь рабепрозол или эзомепрозол, клоритромицин, амоксицелин и висмут в 3-компонентной терапии. 14 дней является актуальной для реальной клинической обеспечивательной эффективности в 94,4%. Так? А дополнительное введение в стандартную терапию с висмутом лактобациллиритры 1 капса и его дальнейшим приёмом увеличивает эффективность на 5,9%. Снижая риск побочных явлений на 18%, значит, уже не 90, а 94, а получается 96,4. Да? 96,3. 96,3. Это замечательная радикация. Значит, мы с вами работаем с хеленором. Теперь я вам хочу показать и следующие препараты, которые мы применяем в радикационной терапии. То есть, не в радикационной терапии заболеваний органов пищеварения. Причём, это не просто препараты, а это и лекарства. Это и лекарства. Так? Это и лекарства. Значит, запомни, друзья мои, кладём в нашу аптечку, то есть, в наш с вами склад, то, что касается хеленор, и обязательно применяем его при радикационной терапии согласно нашим шестым московским соглашениям. Там всё это прописано. Так? Ну, а теперь мы же с вами говорили, что наши больные жалуются на разные совершенно вещи. И вот компания Валар, которой 30 лет, больше, чем 30 лет. Я уже этот слайд показываю год, два или три. Всё, 30 лет, значит, всё больше и больше. Надеемся, что со временем мы начнём показывать 40 лет. Они предлагают нам лекарства следующие. Семитикон, хофицин и изжогов. Ну, давайте так назовём. Семитикон, хофицин и изжогов. Вот это мы будем выписывать. Это лекарственные препараты. Это значит лекарственные препараты. При изжоге чувство тяжести в эпигасте. Что мы больным назначаем? Назначаем лекарственные средства изжогов. Он бывает вот в таких тугах. Ну, и вот он бывает в таких упаковках. Он быстро устраняет изжогу. Нам с вами нужно снять изжогу? Нужно. Всё это имеется, всё это должно иметься в аптечке, в домашней аптечке. Купите изжогов. Почему так назвали? Мне очень название нравится с этой, потому что вот это фу, это фу, 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 вот, снимает изжогу. Так? Вот он, и баларой, изжогов. Что он содержит? Кальций, карбонат и магний, бикарбонат. То есть, фактически ощелачивающие препараты быстро устанавливает изжогу. И возможно применение при беременности без сахара. Вот. Таблетки жевательные, мятные. Так? Жевал таблеточку, отрыгнул и стало уже, стало уже легче. Очень, очень рекомендую. Антоцитные лекарственные средства для взрослых и детей с 12 лет. Кальций, карбонат, магний, карбонат. Так? Обеспечивает продолжительную нейтрализацию избыточной соляной кислоты, быстрый эффект в течение 3-5 минут, уникальные формы выпуска, жевательные таблетки с мягким вкусом и шипучие таблетки. Не содержит сахара, может быть, показан при сахарном диабете, можно назначать беременным и кормящим женщинам. Вот, пожалуйста, вот это вот возьмите, ради Бога, себе на вооружение. Рекомендую и аптечным работникам, и своим коллегам. Следующее лекарственное средство хофицин. Я очень его люблю, потому что он улучшает отток желчи, восстанавливает клетки печени, снижает холестин. Это желчегонный препарат. Это желчегонный препарат. Хофицин и валар. Артишок. Артишок. И он входит в наши клинические рекомендации. Он входит в наши клинические рекомендации. Желчегонные лекарственные средства растительного происхождения, лечения заболеваний печени, желчеводящих путей. Это когда имеется холестаз, когда имеются различные дискинезии желчеводящих путей. Вот, пожалуйста, хоэфицин, хоэфицин и валар. Хоэфицин и валар – натуральное желчегонное лекарственное средство растительного происхождения. Остишок и пассивного листья, пристрах с лукой, обладает желчегонным гепатопротекционным действием, производится из свежих листьев артишока, выращенного на собственных плантациях и валар по экологически чистых приборах Алтая. Можно назначать детям в 6 лет и беременным, кормящим женщинам. Доступен в стандартной упаковке и более экономичные 108 таблетки. То же самое, в 30 лет и валар. Составы применения. Артишок и пассивного листья, хоэфицин, дискинезии желчеводящих путей по гипогенетическому типу, хронические некалькулёзные холестититы, хронические гепатиты, циррозы печени, хронические нефриты и хроническая почечная недостаточность. Почему? Потому что комбинация. Внутрь. Почечная печёночная недостаточность. Внутрь взрослым 2-3 таблетки в день 2-3 раза в день до еды. Детям по 1-2 таблетки в зависимости от 3 раза в день до еды. Вот. И всё показано. Sugar-free, натуральное. Так, спасу глютен-фри для веганов. Вот и детишкам. Всё показано. Итак, кроме того, вы видите, пока что полный цикл аваралла. От форматептического производства я уже об этом говорю. Вот он выращивается на экологически чистых полях по производству по GMP. И мы с вами его имеем в аптеке. Выращивание в собственных плантациях, производство по современной европейской технологии, производство упаковок, пособок, дистрибьюция и продаж. Ну и, наконец, лекарственные средства Симитикон и ВАЛАР. Тут оно позиционируется когда? Избыточное газообразование и метеоризм. Ещё я вам должен сказать, что мы, когда я был директором института газоэнтерологии, мы рекомендовали его больным перед проведением гастроскопии. Потому что он связывает избыточное количество газов и способствует их выведению. Так? Симитикон и ВАЛАР. При вздутии живота. Симитикон – ветрогонное лекарственное средство, а мы его как раз применяем, когда вздутии в живот. Вздутии, так, повышенное газообразование. Симитикон считается наиболее эффективным средством группы пеногасителей, разрешает газовые пузырьки в кишечнике, при этом газ всасывается и левуется с организма естественным путём. Химические инертии не попадают в кровоток, не взаимодействуют с микрофлорных элементами, не влияет на пищеварение, вводится в неизменном виде. Можно назначать детям, беременным и кормящим женщинам. Тоже имейте с собой. Всегда в своей домашней аптечке. Ну и теперь в отношении того, что я дополнительно рекомендую своим больным из ВДМЕКУМА, из ВДМЕКУМА ВИЛАЛА. Для улучшения работы печени. Так, вот. Тоже туба, который называется пищеварение. 12 шипущих таблеток. Устраняет чувство тяжести в аптекционе, ускоряет переваривание, облегчает изжогу, улучшает работу печени и желчевладящих путей. Вот пищеварение. Дальше. Гипотрин. Очень важная терапия. Тройная защита печени. Эссенциальные фосфолипиды. Экстрактор старопши и экстрактор тишока. Это очень важно, потому что все эти три компонента входят в наши клинические рекомендации по лечению неолкогольной жировой болезни печени. Гипотрин. Дальше. Чай и весол. На основе обзамолочности способствуют бережному очищению печени, улучшению функциональности желчевладящих путей. Пакетики. Пожалуйста, чай. Куркумин. У меня в своё время была посвящена ему большая лекция. Легко, мицеллярная форма. Он укрепляет иммунистит, здоровье в суставах и защищает одновременно печень. Это такой жёлтый порошок. Вот жёлтый порошок. Он очень хорош вообще при метаболическом синдроме. Биологически активная добавка. Хитозан. Высокое содержание морского хитозана способствует связанию введению жиров, уровня холестерина, снижению веса. Это при метаболическом синдроме. А печень всегда при метаболическом синдроме и поджелудочной железы поддерживает в норме микрофлору кишечника. Мы с вами говорили о микрофлоре. Ну и вот препарат Алиджим. Его сейчас широко рекламируют по телевизору. Инулин. А это пребиотик. Это пребиотик. И травы. Джим. Немоэкстракт способствует поддержанию уровня сахара, улучшению углеводного обмена, поддержанию работы поджелудочной железы. Ну и рекомендовано моими коллегами и коллегами из Российской диабетической ассоциации. При вздутии живота и метеоризме мы говорили семитикон. Вот можно и чай. К тому же, пожалуйста, чай желудочно-кишечный. Так вот, тысячелетник, ромашка, укроп, мята. Ради Бога. Ради Бога, пожалуйста. При снижении уровня гемоглобина. А это всегда бывает при геликобактериозе. Потому что он способствует, он съедает гемоглобин, снижает его усвоение, способствует развитию кровотечения. Вот железо липосомальное производство компании Evalar. Тоже оно и в тюбах, и в таких упаковках, 30 капсул. Способствует, восполняет дефицит железа, повышает уровень гемоглобина и биодоступные формы витаминов. Ну и при запорах, ради Бога, то, что очень часто бывает, вот эти жевательные таблетки, они требуют жевательные таблетки. Это состав, состав трав и плодов жевательных таблеток. Ну и то, что я особенно люблю, вот я вам там показывал, что триптопан при применении лактобациллерида и способствует заживлению и способствует уменьшению развитию рака у мышек при шерихе и коле. Ну а вот Evalar предлагает при депрессивных состояниях, а депрессивные состояния всегда бывают у людей с синдромом раздраженной кишки. Вот Evalar, я полагаю, что он будет не только снижать раздражительность, тревогу, но повышает ощущение душевного комфорта, потому что триптопан – это аминокислота, она способствует выработке серотонина, гормона щеки. Так, на этом я хочу поблагодарить вас за внимание. Я благодарен компании, которая организовала наши с вами встречи, благодарен вам за участие и готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Как мы, может быть, подождем немного? Может быть, вопрос появится? Продолжение следует... Продолжение следует... Так, нет вопросов, да? Ну, хорошо, уважаемые коллеги, большое вам спасибо. Я всегда готов быть вам полезным. Пожалуйста, широко применяйте, пользуйтесь этими качественными препаратами, о которых мы с вами сегодня поговорили. Всем желаю удачи, здоровья и успехов. Спасибо большое. Всем хорошего дня. Начинается рабочая неделя. Ну и, как говорится, доживем до следующего понедельника. Всем удачи. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.